50-летний юбилей отмечает детский сад номер 221. Полувековую историю дошкольного учреждения на Липовой горе вспоминали сегодня на праздничном утреннике. Среди гостей и нынешние воспитанники, выпускники, воспитатели и учредители. Алена Стецук с подробностями. Лидия Денисова работает в детском садике с момента его основания. Пришла в дошкольное учреждение еще 18-летней девушкой. Сначала работала воспитателем, затем старшим воспитателем. После Лидию Тимофеевну назначили заведующей. Руководила всего год, признается слишком мягкий для этого характер. И снова стала воспитателем. В прошлом году Лидия Тимофеевна признана лучшим педагогом региона. Сейчас она работает с детьми с дефектами речи. Сквозь года помнит, как зарождался родной детсад. Помню, как меня взяли на работу, как мы открывали этот детский сад. Сначала все чистили, мыли. И вот 10 января 1968 года мы открывали вместе с представителями администрации радиозавода. У нас детский сад. Было много впечатлений. Тоже очень волновалась, потому что еще была молодая. И вот уже так незаметно пролетели 50 лет. Изначально садик назывался «Рассвет». Он построен радиозаводом для детей своих работников. По сей день добрая часть воспитанников связана с крупным ярославским предприятием. Сейчас больше 100 работниц организации в декрете. И многие отдадут своих детей в садик номер 221. Вклад радиозавода в преображение детсада увеличивается из года в год. Регулярно свою помощь оказывает его руководство, генеральный директор предприятия и депутат областной думы Сергей Якушев, почетный гость на юбилее. Ежегодно только из депутатских средств он перечисляет на развитие соцучреждений района более 2 миллионов рублей. В этом году, в 2017 году, нашли возможность выделить средства на ремонт веранд. В 2018 году довольно большая сумма, около миллиона рублей предусмотрена в областном бюджете на ремонт асфальтового покрытия. Думаю, что это не прикатится никогда. Сейчас детский сад воспитывает 225 детей. Он один из 13 дошкольных учреждений, поддерживаемых областными депутатами Фрунзенского района. Вскоре к этой цифре добавятся два новых садика. Алена Стецук, Игорь Мосин, Новости города.